МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По нескольким направлениям сразу с нашим замечательным вузом-партнером Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ. И разрешите представить участников. Сегодня у нас большее количество представителей, которые будут презентовать образовательные программы. Итак, от НГТУ НЭТИ в вебинаре принимают участие Некрасов Вадим Владимирович, проектор по международным связям, Борисова Алена Александровна, заведующий кафедрой менеджмента и руководитель совместной образовательной программы «Индустриальный менеджмент». Галимова Анна Николаевна, ученый-секретарь кафедры менеджмента. Винниченко Виктория Александровна, руководитель проектных работ «Бережливое производство». Емельянович Анжелика Александровна, доцент кафедры менеджмента. Долгов Алексей Семенович, заместитель декана факультета бизнеса по парфориентационной работе. Чернов Сергей Сергеевич, декан факультета энергетики. Белоглазов Алексей Владимирович, заместитель декана факультета энергетики. И Ларичкин Владимир Викторович, завкафедра инженерных проблем экологии. И со стороны ВКГТУ, сегодня у нас в вебинаре принимает участие Конурбаева Жадарат Усупкановна, проректор по учебной и методической работе. Мадиярова Эльвира Сабиталаевна, декан школы бизнеса и предпринимательства. Акаев Айбек Мурадбекович, декан школы инженерии. Здесь присутствуют непосредственно. Амролинова Бакаджан Базарбековна, декан школы наука земли и окружающей среды. Архимбердинова Мадинова Маргалиева, руководитель совместной образовательной программы индустриальный менеджмент. Идршева Жанатка Былбековна, руководитель направления безопасности, жизнедеятельности и защиты окружающей среды. И представители нашего отдела профориентации и приемной комиссии. Это Трофименко Светлана Александровна, Даулбаева Асель Савитбековна, А также Ируланова Айжан Ирулановна, исполняющая обязанности начальника постградуэйт. И разрешите представить небольшой материал по сотрудничеству между нашими университетами по направлению представляемых образовательных программ. Будьте добры. В этом году в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете имени Даулета Серикпаева запускаются двудипломные образовательные программы с Новосибирским государственным техническим университетом НГТУ НЭТИ по направлению энергетики, безопасности жизнедеятельности и проблемам экологии, менеджменту. Совместная подготовка кадров для производственных предприятий Казахстана ведется вузами-партнерами на протяжении последнего десятилетия. Данные образовательные программы позволят обучающимся получить знания особенностей производственных, технологических, энергетических процессов на предприятиях Казахстана и России. Они смогут освоить управленческие практики ведения бизнеса и партнерского взаимодействия. В результате обучения магистранты получают дипломы обоих вузов. Ждем вас в ВКГТУ и НЭТИ. И теперь первую программу, которую мы сегодня представим нашим абитуриентам магистратуры. Я предоставляю слово для презентации. Рахимбердиновой Мадине Маргалиевны со стороны ВКГТУ и Борисовой Алене Александровне со стороны МГТУ НЭТИ. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Добрый день, бакалавры. Я благодарна Восточно-Казахстанскому государственному техническому университету имени Серегбаевым за организацию сегодняшней встречи. Мы с радостью представляем информацию о магистрской программе «Индустриальный менеджмент». Пройдет полтора месяца, вы получите диплом бакалавра, и перед вами станет выбор. Идти на рынок труда, работать, трудоустраиваться и брать на себя полностью ответственность за материальное обеспечение. Продолжить профессиональную подготовку на высшей ступени в рамках магистратуры, пытаясь совмещать работу и обучение. И выбирая тот или иной путь, вы сравниваете плюсы и минусы этого пути. Если вы выберете путь, связанный с продолжением профессиональной подготовки, то вы получаете следующие преимущества. Следующий слайд, пожалуйста. Во-первых, за два года обучения в магистратуре вы продолжаете расширять и наращивать свои профильные компетенции и управленческие компетенции. Магистратура значительно расширяет возможности для построения карьеры. Имея диплом магистра, после обучения в магистратуре, вы имеете право остаться в университете, на преподавательской работе с продолжением научно-исследовательской деятельности. Диплом магистра дает неоспоримое конкурентное преимущество, когда решается вопрос о продвижении на вышестоящие должности. Во многих странах действуют профессиональные стандарты, где степень магистра дает конкурентное преимущество при избрании по конкурсу на должностные позиции. Кроме того, диплом магистра хорошо встроен в международную систему образования и ценится как высшая ступень образования в любой стране, где бы вы в последующем не выстраивали свою трудовую карьеру. Наша программа «Индустриальный менеджмент» реализуется в совместном взаимодействии между двумя ведущими университетами Новосибирским государственным техническим университетом и Восточно-казахстанским техническим университетом имени Сербикаева. Почему мы позиционируем эту программу и реализуем эту программу? У нас накоплен значительный опыт подготовки специалистов-управленцев и специалистов в области организации производства. Наша кафедра в течение 25 лет выпускает таких специалистов. В настоящий момент кафедра значительно укрепила профессиональный потенциал. У нас 5 сертифицированных специалистов по бережливому производству, который регулярно консультирует и реализует кейсы на ведущих промышленных предприятиях. В учебном процессе, в образовательном процессе у нас есть лин-лаборатория, на которой студенты практически закрепляют приобретенные теоретические знания. Потому что в этой лаборатории в режиме имитационного моделирования возможно строить производственные процессы и апробировать инструменты оценки эффективности принятия управленческих решений. Наши ведущие преподаватели и лучшие магистранты-студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях страны и за рубежом. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме этого, мы видим, что есть спрос на специалистов по организации производственных процессов на рынке труда. Наши выпускники работают по должностям, которые вы сейчас видите на слайде. Мы также хорошо знаем, что в Усть-Каменогорске сосредоточено большое количество по производственных предприятиях, на которых также востребованы эти специалисты. Поэтому, выбирая магистрскую программу «Индустриальный менеджмент», вы вкладываете два года своей жизни в конкурентоспособную профессию, востребованную профессию на рынке труда. Наша образовательная программа настроена таким образом, чтобы сформировать высокий профессиональный потенциал наших выпускников. Следующий слайд. Программа реализуется на территории двух стран. Последовательно обучение проходит последовательно. Сначала на территории Республики Казахстан, затем на российской территории. Магистранты пишут комплексную работу, магистерскую диссертацию, защищают магистерскую диссертацию и получают дипломы двух университетов. Следующий слайд. Программа достаточно насыщенная. Следующий слайд. Она включает в себя более 4000 часов. В то же время программа практикоориентирована, поскольку значительная доля этих часов сосредоточена на прохождении студентами, обучающимися практики и стажировок. Причем практики проходятся как на предприятиях Республики Казахстан, так и на российских предприятиях. Выбор предметов в этой программе направлен на то, чтобы сформировать комплексное системное представление у обучающегося об организации производственных процессов, чтобы обучающий владел способами настройки управленческого механизма руководства предприятия. И кроме этого, все наши выпускники владеют инструментами бережливого производства и инструментами оценки эффективности принятия управленческих решений. Следующий слайд. В течение двух лет, обучаясь на территории двух университетов, вы можете пользоваться теми влагами, которые предоставляют эти университеты. Например, когда вы будете в Новосибирске, вы сможете заселиться в одно из семи общежитий, которые есть в нашем кампусе. Вы можете пользоваться услугами поликлиники и нашего санатория, дворца спорта и дворца культуры. Вся инфраструктура НГТО доступна обучающимся не только российским, но и ребятам из других стран. Если вас заинтересовала наша программа, то Мадина Рахметовна сейчас расскажет о том, как пройти программу поступления и стать магистрантом нашего университета. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо большое, что в данное время вы сейчас с нами. Хотелось бы вам пожелать в это непростое время здоровья, прежде всего, вам и вашим близким. Сейчас вы прослушали подробную информацию о совместной образовательной программе как индустриальный менеджмент, где Алена Александровна очень подробно вам рассказала все преимущества. Конечно, одной сильной стороной это является, когда вы получаете два самостоятельных диплома как Восточно-Казахстанского государственного технического университета и Недовлета Серегбаева, и Новосибирского государственного технического университета. Посмотрите, пожалуйста, данную информацию, вернее, это справка для вас, где вы можете в юле месяце сдать документы в приемную комиссию нашего Восточно-Казахстанского государственного технического университета. Затем в августе месяце вы пройти в два этапа. Первое – это будет министерское комплексное тестирование в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете. Из таких блоков, как иностранный язык – это первый блок. Второй блок – это готовность к обучению. И третий блок будет состоять из двух дисциплин, такие как менеджмент и организация бизнеса. Второй этап – это будет отдельная процедура приема комплексного тестирования дистанционно для Новосибирского государственного технического университета. Он будет состоять из дисциплин как менеджмент и иностранный язык. Затем в августе месяце в конце вы зачисляетесь и с вами заключает договор. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите внимательно на данный слайд. Вы можете увидеть следующую подробную информацию, о которой я проговорила по блокам. Пропороговый балл, чтобы зачислиться в университет, он минимальный 75, максимальный 150. Для участия в конкурсе на грант вы должны набрать больше 100 баллов для того, чтобы получить грант. Он будет действителен, то есть получается вы можете учиться у нас на гранте, а затем по совместному договору с НГТО мы с вами заключим отдельный договор. Об этом будет уже подробная информация для вас предоставлена. Если у вас есть вопросы, то мы готовы на них ответить. Рады будем вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо большое. Если вы хотите более подробно посмотреть, как живут наши студенты-магистранты, то подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм. С достаточной регулярностью мы освещаем жизнь наших студентов и работу нашей кафедры. Кроме этого, для магистрантов при поступлении есть возможность потренироваться в сдаче теста. На первой ссылке, где адрес приемная кампания, расположен тест, по которому вы можете потренироваться, а также приведен список литературы, на которую стоит ориентироваться при подготовке к тесту. Ну и заключительный слайд. Я надеюсь, что у многих из вас есть заключительный слайд. Через два года, так же, как и студенты на слайде, оденут мантии и будут держать в руках диплом магистранта. Спасибо. Ждем вас. Спасибо. Я надеюсь, пожалуйста. Идут наши материалы и обязательно их посмотрят, изучат и свяжутся с нами. Это вот что касается наших будущих магистрантов. И теперь я хочу перейти к следующему блоку наших совместных образовательных программ. Это по направлению энергетики. По данному направлению мы уже сотрудничаем порядка двух или трех лет с нашим вузом-партнером по подготовке совместных образовательных программ. Нам встречались различные нормативные препятствия. Мы рассматривали разные возможности совмещения наших учебных планов. И хочу сказать и выразить большую благодарность нашим партнерам, что на сегодняшний день наши планы уже таким образом у каждого из вузов составлены, что наконец мы готовы к запуску полномасштабному совместной образовательной программы по энергетике сразу по трем траекториям. Будьте добры, следующий слайд. Здесь я поясню, что Восточно-Казахстанская область является промышленным развитым регионом. Здесь представлены различные отраслевые предприятия, и поэтому они являются энергоемкими, энергозатратными. Поэтому энергетики – это один из наиболее востребованных специалистов в нашем университете, которых мы готовим. Далее. По данным предприятиям видно, что действительно предприятия серьезные. Это мировой, национальный и региональный уровень, где непосредственно нужны энергетики, как электроэнергетики, так и теплоэнергетики. Далее. И эти предприятия, а также развитие материально-технической базы университета позволяет осуществлять практикоориентированную подготовку, в том числе и на уровне магистратуры решать интересные задачи, связанные с энергетикой. И это все является большим преимуществом и основой для подготовки кадров на базе ВКГТУ имени Серегбаева. Далее. Существуют группы образовательных программ. Что касается электроэнергетики, она идет за номером М099, называется энергетикой электротехника. Здесь будут у нас представлены две траектории. Это система электроснабжения и управления, ими согласованная и сгармонизированная с факультетом энергетики МГТУ. И вторая траектория – это электроэнергетические системы и сети. Есть еще, конечно, интересная траектория по релейной защите, но это мы с коллегами уже будем работать в дальнейшем на перспективу. И что касается теплоэнергетики, то в нашем классификаторе – это группа образовательных программ М098, именно в магистратуре. Называется теплоэнергетика, и наша траектория будет называться производство тепловой и электрической энергии, потому как у нас в регионе присутствуют энергогенерирующие предприятия. Что касается графика предполагаемого учебного процесса, мы пришли с коллегами к тому, что первый семестр будет проходить на базе ВКГТУ имени Серегбаева. Это в том числе и будет удобно в текущей ситуации, связанной с пандемией, если вдруг возникнут какие-то сложности с переездом, как хотелось бы, например, начать сначала базовую подготовку с вуза-партнера. Далее второй и третий семестр содержат дисциплины уже специального характера, где как раз наш вуз-партнер НГТУ-нети покажет свои возможности в следующей презентации. И четвертый семестр, который будет связан уже с подготовкой научно-исследовательской практикой магистрантов непосредственно по формированию итогов диссертации магистерской, будет происходить именно в ВКГТУ. И здесь мы сейчас рассматриваем варианты различных осуществления защиты самой магистрской диссертации, поскольку удобство то, что мы находимся не очень на большом расстоянии друг от друга географически, мы можем эту защиту реализовать на площадке университета, где на четвертом семестре уже будет целесообразно это провести. И обеспечим оптимальные условия для того, чтобы задействовать и дистанционные технологии при проведении этой процедуры. Что касается самой магистерской диссертации, это будет тема, утвержденная в обоих университетах. И будут назначены два научных руководителя от каждого университета для того, чтобы обеспечить последовательность и качество подготовки магистерского исследования. И по завершении защиты магистерской диссертации, по завершению успешного освоения учебного плана в двух вузах магистранты получат два диплома. И как уже было заявлено ранее, это будет большим преимуществом на рынке труда обоих стран. Следующий слайд, пожалуйста. Вот теперь, что касается непосредственно процедур поступления. Я охарактеризую механизм и технологию со стороны нашего образовательного пространства. Это по информации, на которую мы сейчас можем ориентироваться, это приемная кампания 2019 года. С 3 по 25 июля необходимо подать заявление в магистратуру в приемную комиссию нашего университета и соблюсти подачу заявлений именно на группу образовательных программ магистратуры, которые здесь представлены. В августе по срокам 2019 года, примерно с 8 по 16 августа, проводится комплексное тестирование, которое представляет собой тест по иностранному языку и профилю групп образовательных программ. И профильными дисциплинами по направлению теплоэнергетики являются теоретические основы теплотехники, котельные установки, тепловые двигатели. Нужно готовиться к этим дисциплинам. И по энергетике и электротехнике это теоретические основы электротехники и электрические машины. Тестирование сдается, как правило, на базе ВУЗа, являющегося утвержденным от национального центра тестирования. Результаты получаем практически в тот же день, после чего наступает процедура подачи документов для зачисления магистратуры ВКГТУ. Проходными баллами являются, проходные баллы могут меняться, как это было в прошлом году, но, как правило, они составляют порядка 50% от максимально возможных для поступления в магистратуру, для того, чтобы быть зачисленными на обучение. И, конечно же, параллельно с этим нужно будет соблюсти требования отборочных испытаний в магистратуру ВКГТУ. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлены контакты и каналы, по которым можно связаться будет с нашей приемной комиссией. Самое удобное – это зарегистрироваться в системе абитуриент университета, где можно будет уже непосредственно и адресно получать информацию по порядку поступления в магистратуру. Также можно задавать вопросы на аккаунтах в Инстаграм и Телеграм, представленных здесь, и, конечно же, черпать всю необходимую информацию с нашего сайта. И я передаю слово для представления, поддержки наших совместных образовательных программ со стороны НГТУ. Это Алексею Владимировичу Белоглазову. Добрый день, коллеги, добрый день, будущие выпускники. Я в своей презентации постараюсь вам рассказать про совместную образовательную программу магистратуры с точки зрения того, что вы получите в скинах университета в Новосибирске. Следующий слайд, пожалуйста. Немножко хотел сказать про НГТУ. Алена Александровна уже, в принципе, хорошо пояснила, что у нас много всего интересного есть. В общем, я хотел еще здесь добавить, что если говорить про кампус НГТУ, если говорить про различные центры культуры, спорта и так далее, то НГТУ является, наверное, одним из лучших в плане инфраструктуры. То есть все достаточно компактно. Рядом расположены остановки общественного транспорта. Корпуса многие связаны между собой. Есть все, что нужно для жизни студенческой и для учебы. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь немножко про сам факультет. Факультет энергетики, он является одним из системообразующих факультетов НГТУ МЭТИ. И если говорить про саму сферу электроэнергетика и теплоэнергетика, то здесь бесспорно, конечно же, данные специалисты, они были всегда востребованы и будут востребованы. Так как без электроэнергии, без теплоэнергии мы с вами уже жить не сможем. И если теперь говорить про то, сколько у нас обучается иностранных граждан по программам магистратуры, то в среднем за последние 5 лет это примерно 18%. Здесь я хочу это отметить, потому что это важно для понимания того, что мы уже давно работаем с иностранными гражданами, преимущественно, конечно, это граждане Казахстана, так что мы хорошо понимаем, почему ребята приезжают к нам, потому что им необходимы знания, которые потом они могут применить в Казахстане. И вот эта совместная программа, она, скажем так, не просто их будет отрывать, а она будет объединять, скажем так. То есть вы им будете давать что-то свое, мы им будем давать какую-то важную информацию по предметам, которые будут нужны для реализации своих планов по развитию энергетики в Казахстане, ну и также в России. Также хочу отметить здесь, что НГТУ является базовым российским вузом по направлению подготовки энергетика университета Шанхайской организации сотрудничества. И это тоже очень важная организация. Каждый год проводятся различные мероприятия, объединяющие вузы таких стран, как Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. И на этих мероприятиях и под гидой этого вот, получается, университета Шанхайской организации решаются очень многие вопросы взаимодействия. Поэтому НГТУ является вот таким хорошим выходом на вот эту площадку. Также хотел отметить большую работу с партнерами. Это как организации регионального значения, так и федерального значения, так и международного значения. Если говорить про организации региональные и федеральные, то это, конечно же, предоставление практик для работы в различных организациях, таких как региональные электрические сети, электрические станции, электрические подстанции, проектные институты. Если говорить про предоставление тем, то каждый год вот такие крупные компании нам присылают списки, что бы они хотели, что бы студенты, магистранты рассмотрели в своих работах. И потом совместно работают вместе с ними на протяжении всех двух лет, выделяя консультанта у себя и в конечном итоге получая цельную работу, которую, в принципе, можно уже запускать в реализацию на самом предприятии. Ну и если все хорошо идет, то часто такие ребята и остаются на этом предприятии. Трудоустройство выпускников. Здесь сразу хотел скоррелировать это с рейтингом востребованности вузов в России на 2019 год. НГТУ каждый год занимает одной из верхних позиций по востребованности выпускников. Вот по 2019 году у нас 17 место среди технических вузов. Это очень высокий показатель. И если говорить по заявкам под работодателей, то уже где-то обычно на уровне марта у нас уже все студенты получили какое-то приглашение. То есть обычно у нас такая практика налажена, что работодатели обращаются либо в деканаты, либо на кафедры, и 100% все студенты уже могут куда-то пойти. Ну а там, конечно же, это их уже решение, пойдут они или нет. Далее. Кроме того, что мы имеем темы от работодателей и помощь с практикой, также крупные работодатели поддерживают нас и материально. Например, за последние два года на нашем факультете было отремонтировано несколько аудиторий. Вот они здесь на слайде присутствуют. Это суперсовременное, скажем так, обустройство аудитории с проекторами, с телевизорами, со всем-совсем. То есть аудитории, которые очень красиво выглядят, и в них очень удобно показывать материал. Студентам и преподавателям, конечно же, это очень нравится. Кроме этого, также идет помощь в снабжении лабораторной базы, о чем я потом немножечко позже еще расскажу. Организация строительных отрядов и проведение экскурсий. То есть студенты организованы группами, могут посещать различные предприятия области и Новосибирска, для того, чтобы посмотреть, что там работает, как оно работает и так далее. Отдельно хотел еще сказать об активности студентов. НГТУ нацелен на активное участие студентов, в том числе и, наверное, даже в большей части магистрантов, в научных мероприятиях, как в НГТУ, так и не в НГТУ. Если говорить про активность за последние годы, то она достаточно высокая. Наши студенты и магистранты посещают различные конференции, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Если брать по 2019 году, то студенты побывали в различных городах и в различных вузах, порядка 30 вузов посетили, участвуя в конференциях. Также проходят различные отборочные туры, в которых они могут участвовать, получая гранты дополнительные. То есть очень насыщенная и интересная жизнь у наших магистрантов. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь перейду непосредственно к самим программам. Тамара Александровна уже в общем их назвала. Это одна программа по направлению теплоэнергетика и две программы по направлению электроэнергетика. Начнем с программы по теплоэнергетике. Здесь программа имеет название производства тепловой электрической энергии. И что хотелось бы отметить? Во-первых, это освоение специальных профессиональных дисциплин программы. Если мы сравниваем здесь с программами бакалавриата, где студенты получают общие знания по всему направлению, то здесь всегда выделяется какая-то более узконаправленная цель при получении образования в магистратуре. Плюс здесь более активно идет использование предприятий-партнеров, которые предоставляют, как я уже говорил, дополнительные информации, дополнительные заказы на какие-то работы. И плюс вот как раз УКОН в различные разработки в данной отрасли. По дисциплинам можно сразу увидеть, какое направление будет рассматриваться в этой программе. То есть это и проектирование тепловых станций, и топливо и горение. По топливу и горению создана новая лаборатория. Она вот на одном, на двух получается из картинок, которые внизу справа. Оборудование закуплено за последние два года, которое позволяет измельчать топливо, причем не только уголь, но и торты, другие биологические отходы. То есть очень актуальное направление в настоящее время. Также здесь рассматриваются такие компетенции, как разработка автоматической системы управления тепловых станций, вопросы нетрадиционных энергоисточников. Также получается на базе кафедры тепловых и горительских станций создана лаборатория по исследованию как раз вот этих нетрадиционных источников. В первую очередь это касается солнечных тепловых батарей, то есть нагрев от солнца воды. То есть вода, мы получаем не электричество, а нагреваем воду, что тоже в последнее время активно развивается, особенно для частного домовладения или для автономных каких-то предприятий или учреждений. Также рассматривается экологическая безопасность и в общем исследование тепловых и горительских станций. Отдельно хотелось бы здесь сказать о сотрудничестве с Институтом теплофизики имени Кудаталадзе Сибирского отделения Российской Академии Наук. На кафедре тепловых станций работает несколько профессоров, которые также по совместительству работают еще вот в Институте теплофизики. Поэтому здесь огромное подкрепление теоретическими знаниями и возможность участия в крупных грантовых проектах по как раз вот институтским работам. Кроме лаборатории по горению, также есть лаборатория по использованию и сжиганию газа. То есть нагрев помещений при помощи газовых котлов на верхних двух слайдах как раз показаны участки этой лаборатории. Лаборатория тоже абсолютно новая, за последние два года была оборудована, уже запущена в производство вот эта вся лаборатория для использования в исследовательском процессе и для использования в образовательном процессе. Следующий слайд, пожалуйста. Программа по электроэнергетике, системы электроснабжения и управления ими. Здесь хотелось бы отметить, опять же, про специфические программы, про специфические дисциплины, которые здесь будут изучаться профессиональные. Это эксплуатация системы электроснабжения, оптимизация системы, интеллектуальные системы, освещение, промышленная автоматика и автономные системы электроснабжения. И опять же здесь хочу сказать, что все вот эти дисциплины, они не просто рассматриваются как теоретические, они рассматриваются с привязкой к современному оборудованию. На базе капитал системы электроснабжения созданы несколько лабораторий. Первая из них – это учебная лаборатория, созданная при помощи концерна ABB международного, которая включает в себя полный комплект наборов систем управления для подстанции, для подстанционного оборудования. Это лаборатория электрооборудования низковольтных электрических сетей. Это касается освещения, оборудования в производственных помещениях и так далее. И лаборатория возобновляемых источников электроэнергии, где присутствуют и солнечные батареи, и ветряные электростанции, и даже мини-ГЭС. Так что все эти предметы, они подкреплены вот такой материальной базой. Кроме этого, возможно, участие в научных исследованиях, которые уже ведутся, и к ним каждый год подключают магистрантов. Одно из них, это вот, допустим, в последнее время у нас активно развивается тема исследования высокотемпературных сверхпроводящих технологий для создания энергосберегающихся силовых трансформаторов. Очень активно развивающееся направление, под него получен грант, и работают несколько магистрантов. Также есть работы с крупной угольной компанией «Сибирский антрацит», который располагается географически на территории Новосибирской области, но также имеет филиалы из других регионов. Следующий слайд, пожалуйста. Третья программа, ну и вторая программа по электроэнергетике. Программа «Электроэнергические системы и сети». Здесь особо хотел бы отметить сотрудничество с ведущими компаниями как региона, так и федерального уровня. Практику проходят ребята на предприятиях, таких как диспетчерское управление, региональные сети, системы проектирования, системы сетей, получают дополнительные заказы на курсовые и на дипломные работы. Из дисциплин, которые здесь хотел бы обратить внимание, студенты получат возможность эксплуатировать электрооборудование высокого напряжения, понимать основные принципы оперативно-диспетчерского управления в рамках не только одного региона, но и в рамках большой страны, включающей несколько региональных диспетчерских управлений, понимать, как происходит распределение потоков электроэнергии и каким образом его оптимизировать. Кроме того, хотелось бы здесь отметить научные работы под руководством профессора, доктора, капитры автоматизированных электронических систем, Кишова Александра Георгиевича, который активно развивает направление мультиагентного управления и создание мини-грид на базе малой генерации, что очень актуально как в России, так и в Казахстане. Также на кафедре автоматизированных электронических систем есть уникальная лаборатория по исследованию режимов в энергосистемах. Это натурная лаборатория, где генераторы могут моделировать мощные генераторы реальных электростанций и могут быть рассмотрены крупные сети масштабов Российской Федерации, ну, Казахстана в том числе. Поэтому заказчиков на такие работы, на такие исследования очень много, в том числе и в Новосибирске и в других регионах. В настоящее время делаются два проекта. Один в Новосибирской области, это обсчет автономных систем одного из строящихся жилмассивов. И второй пилотный проект, это Тюменская область. Также создание автономных энергосистем. Следующий слайд, пожалуйста. Для контактной информации могут быть использованы телефоны либо почта деканата факультета энергетики. Также вы можете писать персонально либо декану, либо можете писать мне. Что касается поступления в магистратуру, то Тамара Александровна со стороны ВТГТУ уже сказала, какие там сроки. по срокам поступления в НГТУ. Очень подробная информация есть, конечно же, на сайте, но я несколько пунктов сейчас скажу. И в финальной версии презентации будет еще слайд со сроками для поступления на совместные программы. Так вот, прием документов, если говорить про стандартную процедуру по прошлому году, у нас начинается с 20 июня. Прием документов вы можете отсылать как в электронном виде, так можете отсылать и поезжать, и передавать оригиналы. 7 июля происходит завершение приема документов по первому этапу. То есть у нас существует несколько этапов приема. Первый этап это в рамках 80% плод, второй этап и третий в рамках 20% плод, которые выделяются на магистратуру. Так вот, 7 июля заканчивается прием документов по первому этапу, а 3 августа завершение приема документов по второму и третьему этапам. Для поступления на программу магистратуры нашего факультета проводится единое междисциплинарное компьютерное тестирование. Оно проводится с 8 июля по 10 августа по мере комплектования групп. По поводу дистанционного тестирования этот вопрос, я думаю, мы еще попробуем решить, чтобы вы смогли пройти тестирование, находясь у себя. Но это вопрос еще пока открытый. Если теперь говорить про саму программу тестирования, то она включает в себя только материал, который был получен в базовых профессиональных дисциплинах и изучаемых в бакалавриате. То есть английского языка у нас там нет, там есть только основные предметы технически профессиональные. По тестированию есть программа со списком тем, которые также вы можете запросить по почте, и она также должна быть доступна на странице приемной комиссии НГТУ. Зачисление производится до 22 августа в магистратуру. То есть будут приказы, которые будут и раньше проходить, но последние приказы проходят 22 августа. В принципе, у меня все. Спасибо большое за внимание. Будем очень рады ждать вас и видеть на совместных программах и в НГТУ, и в НГТУ. Спасибо большое. Большое спасибо, Алексей Владимирович, за подробную содержательную информацию. Я думаю, что эта информация послужит основой для того, чтобы изучить все преимущества наших совместных образовательных программ. И, возвращаясь к тематике двудипломного образования, сегодня еще мы представляем третий блок двудипломно-образовательных программ. Это по направлению техносферной безопасности и защите окружающей среды, проблемы экологии. Поскольку, говоря о том, что мы находимся в промышленно развитых регионах, то эти проблемы являются следствием и, конечно, целым полем деятельности для наших специалистов в этой области. И я теперь предоставляю слово Идришева женатка Былбековне, которая сегодня выпала честь представить двудипломную образовательную программу как со стороны ВКГТУ, так и со стороны НГТУ. Вам слово, женатка Былбековна. Спасибо. Добрый день, коллеги, уважаемые наши выпускники и бакалавры. Я представляю магистратуру по направлению безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды по образовательной программе техносферной безопасности. Договор заключался в 2017 году, в декабре. Учебные планы согласованы уже в 2018 году, но в 2018-2019 годы у нас не было поступающих, поэтому у нас не была нереализована эта программа. Мы думаем, что в этом году мы наберем выпускников, и у нас будет работать эта программа. Со стороны НГТУ – это техносферная безопасность, специальность, траектория называется инженерная защита окружающей среды. Срок обучения – 2 года. Следующий слайд. Ну, все вы знаете, что магистратура является возможностью для начала карьеры управленческой, и даже можно дальше продолжать научную работу и заниматься преподавательской деятельностью. Поэтому есть несколько возможностей получение, обучение в этих двух дипломных программах, получить двух дипломов в ПГТУ и НГТУ. Можно бесплатно обучаться на гранте или в бюджете в обоих вузах. Дальше возможность научных стажировок в разных предприятиях, научно-исследовательских центрах. Дальше один семестр в УЗИ-партнере можно. У нас учебные планы согласованы с 2018 годом, но сейчас, если у нас будет поступающие, мы дальше будем согласовать по-новому. Обучение в общем потоке магистрантов и налаживание профессиональных и научных связей и в России, и в Казахстане. Следующий слайд. Здесь касается, как поступить на совместную образовательную программу. Все мои коллеги уже рассказали, как у нас идет прием документов в Казахстане. Это вы все знаете. Это начинается с начала июля до 25 июля. Потом в начале августа с 8 по 16 августа у нас проходит комплексное тестирование. У нас комплексное тестирование по профилирующим дисциплинам, техническое регулирование промобезопасности, промышленной безопасности. Вторая дисциплина у нас называется «Система управления охраной труда». И после успешной сдачи экзамена 28 августа начинается зачисление в магистратуру. Зачисление идет по результатам тестирования на основе общего республиканского конкурса. Со стороны НГТУ, это сейчас наши коллеги тоже рассказали, как она идет, начинается уже с июня месяца по август. Для поступления в образовательную программу техносферная безопасность надо сдавать экзамены в комплексном тестировании. Это идет инженерная экология, рациональное природопользование и химия. Следующий слайд. Условия обучения идет, срок обучения 2 года, 4 семестра. Первый семестр это в нашем вузе, второй семестр вуз-партнер для изучения специальных дисциплин вуза, третий семестр в нашем вузе, четвертый семестр это подвертывка и защита магистерских диссертаций, исследовательские практики это проходит в обоих сторонах и в России, и в Казахстане. Здесь представлено вам место прохождения практик со стороны Казахстана и со стороны России. Это такие ведущие предприятия и организации регионов. С нашей стороны это идет ТОО «Касын» Устаниногорский теплоэнергетический центр, департамент экологии и управление и охрана труда. Следующий слайд. Здесь у нас в слайде даны наши адреса, где можно посмотреть и какие информации можно получить. Мы также сейчас попросим вас представить информацию по ВУЗу-партнеру о презентации кафедры инженерных проблем экологии. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Совместная образовательная программа по направлению техносферной безопасности реализуется на кафедре инженерных проблем экологии НГТУ. Следующий слайд. Кафедра инженерных проблем экологии там коллектив научно-педагогический основном профессора и доценты и в том числе 14 совместителей, которые работают в таких ведущих институтах, как институт катализа, Борискова институт теоретической препаратуры механики, институт химии твердого тела и механохимии, институт химической биологии и фундаментальной медицины и научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины. Следующий слайд. Научная инфраструктура основывается на 4 центра. это научно-образовательный центр «Новые материалы на основе техногенных отходов», Центр коллективного пользования «Эканалитическая лаборатория», Учебно-научная лаборатория «Инженерная защита окружающей среды» и научно-образовательный центр «Катализ». Следующий слайд. Основные научные направления кафедры перечислены в этих слайдах. Вы можете посмотреть. «Охватывает все проблемы экологии и охраны окружающей среды». И там есть технологии переработки и утилизации отходов, моделирование, исследование методов дисперсно-композиционного упрощения материалов, очистка почвы и вод от загрязнения нефти и продуктами ее переработки, зеленые технологии катализе. Следующий слайд. Дальше продолжение научных направлений, которые реализуются на кафедре. На кафедре это разработка технологий защиты окружающей среды для предприятия нефтегазового комплекса, моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, изучение влияния загрязняющих веществ на жизнодетельность человека, теория и технология композиционно- строительных материалов на основе техногенного сырья, получается утилизация техногенных отходов и получить новые материалы. И использование наноразмерных наполнителей для улучшения сквозь материалов на основе отходов. Следующий слайд. В этом году НГТО выделено 11 бюджетных мест и 9 мест в контрактной основе. Как я до этого сказала, что вступительные экзамены идут по профилирующим дисциплинам химия, инженерная экология и рациональное природопользование. Дальше можно продолжить обучение в аспирантуре по направлениям геэкология и экология. Следующий слайд. На этом слайде представлено какие ключевые компетенции получат магистранты. Следующий слайд. Здесь контактная информация со стороны НГТО от факультета и данные приемной комиссии. Спасибо. Большое спасибо, Женатка Булбековна, за то, что вы представили нам две стороны совместной образовательной программы. Уважаемые абитуриенты будущие, мы готовы сейчас рассмотреть вопросы, которые вы нам пишете в чат. Я вижу очень большое количество вопросов и в принципе уже даже на них дают наши коллеги со стороны приемных комиссий ответы. Вопросы какие задаются. данная программа доступна только магистрантам или бакалаврам тоже можно? Отвечая на этот вопрос, хочу еще раз обратить внимание, что мы представляем магистерские образовательные программы сегодня, соответственно, это обучение в магистратуре для магистрантов. но если вы являетесь абитуриентом бакалавриата, то на уровне бакалавриата на прошлой неделе мы проводили ряд семинаров и в том числе представляли двойные программы по бакалавриату с нашим вузом-партнером, поэтому можете посмотреть новости и запись вебинара, они уже у нас размещены на ресурсах, которые я ранее озвучивала. Далее говорилось о тестах и литературе для подготовки к поступлению в магистратуру. Скажите, пожалуйста, где это все можно взять? Что касается о тестах в Казахстане, то тесты разрабатываются Национальным Центром Тестирования и пробные какие-то варианты можно посмотреть если они размещены на сайте Национального Центра Тестирования. Что касается литературы при подготовке всех предметов профильных по всем программам, то эти предметы являются, как правило, обязательными в учебных планах бакалавриата в Казахстане и по ним существуют типовые учебные программы, для которых разработаны силабусы и соответствующие списки литературы. То есть это все на профильных кафедрах можно узнать. И что касается этих ресурсов со стороны вуза партнера, то уважаемые коллеги, предоставляю вам слово пояснить ответ на этот вопрос с вашей стороны по вашим вариантам тестов еще раз и по списку литературы, поскольку это тоже является важным источником при подготовке к поступительным экзаменам. Пожалуйста, вам слово. Я по теплоэнергетике и по электроэнергетике я уже выложил и ссылку на сам пробный тест и ссылку на материалы. Если кому-то еще будет нужна информация в общем виде, там где будет приведено общий список тем, я могу еще отдельно это высылать после обращения на электронную почту. В принципе, если пройти по этой ссылке, то вы попадаете в нашу систему DSpace, электронная система, в которой у нас организована дистанционная работа со студентами и в принципе с абитуриентами тоже, где есть тесты для самоконтроля и есть теоретические материалы, также описание курса. в принципе я думаю этого материала здесь вполне достаточно. Также есть буклеты по магистратуре, получается зайти может любой пользователь, регистрация здесь не нужна, в принципе у нас также создается личный кабинет абитуриента на самом деле, то есть когда ребята поступают, они могут зарегистрироваться как абитуриенты и получить еще больше прав. но здесь для того, чтобы попасть на примерное тестирование на эту вкладку не нужно даже регистрироваться. Еще коллеги позвольте коллеги я Александр добавлю сначала, да? вы, а потом я добавлю. Алексей Семенович слушаем вас. Ну как правило тут такие очень важные вопросы ребята задают по общежитиям, так же как и по программам бакалавриата, по программам магистратуры общежития предоставляется всем магистрантам, так же есть отдельное общежитие для магистрантов, тут особо никаких вопросов как и к факультету бизнеса, так и по факультету энергетики в принципе не возникает. Вообще общежитие буквально там 5-10 минут доступности, да, тут никаких вопросов. Теперь еще вопросы были у ребят, что касается стоимости обучения, стоимость действительно обучения прошлого года по программам факультета бизнеса составляла 127 тысяч за год обучения, подчеркиваю, да, оплата происходит по семестрам. Ну, в этом году мы ожидаем повышения, но незначительно, порядка 130-135 тысяч. Также будет цена дополнительно размещена, я думаю, 1 июня уже вся информация будет. и что касается подачи документов. вот пока проходит информация, что документы можно подавать в электронной форме, правильно, коллеги сказали, через портал МВТУ, в разделе Абитурента, в разделе Абитурент, вот пока информация обсуждается, будет ли личный прием документов, потому что по последним данным с приемной комиссии документы будем принимать в электронной форме. В любом случае есть телефоны приемной комиссии, те, кто хотят поступить к нам на факультет, получить более подробную информацию, телефон оставил. После 20 июня мы будем очень активно работать, оказывать содействие, помогать, узнавать, всю информацию предоставлять. Поэтому пока что касается подачи документов, не исключено, что вот эти сроки, которые коллега уже обозначил, будут несколько сдвинуты. Но пока все остается как по прошлому году мы ориентируемся, что действительно приемная комиссия начинает работу с 20 июня, первая волна начинается прием документов. Поэтому ребятам, те, кто уже имеют диплом, уже действительно определились, что будут поступать на совместные программы, необходимо выходить на связь, связываться с кафедрами, с приемной комиссией, регистрироваться в кабинете и подавать документы. Особенно, конечно, важна первая волна, правильно коллега сказал, 80% бюджетных бесплатных мест открывается. Ну вот в целом у меня все, если еще какие-то вопросы по подаче документы по приему, мы тоже готов ответить. Большое спасибо за информацию. Я вижу, чат у нас сегодня очень активный и коллеги, я думаю, что это хороший результат нашей совместной работы, потому что активно интересуются всеми условиями, в том числе по оплате. По оплате наши коллеги все с обоих сторон университетов ответили, что с МГТУ, что с ВКГТУ, какая-то стоимость за обучение. Также по механизму оплаты, если это на платной основе, то оплачивается на той площадке, где происходит непосредственно обучение. По поводу общежития тоже вопросы все отвечены. По подготовке я хотела бы добавить, что наш университет по подготовке к профильным предметам тестирования будет организовать курсы подготовки и у нас у Тайжана Юрулановна этим вопросом занимается. соответственно будет возможность и со стороны казахстанских профильных предметов в этом году качественно подготовиться к поступлению в магистратуру. Также по поводу стажировок стажировка является одним из элементов магистерской программы в наших стандартах по Казахстану и вот такая двудипломная образовательная программа по представленным направлениям дает отличнейшую возможность реализовать стажировку на площадке вуза-партнера. И в целом мы также хотели бы со своей стороны отметить, что обучаясь из Казахстана в бакалавриате НГТУ студенты являющиеся на сегодня выпускниками НГТУ также могут принять участие в наших совместных проектах образовательных программ и мы таким образом можем перейти к обменам и обучающимися по образовательным программам. То есть это тоже хороший механизм для реализации интернациональных стратегических целей наших университетов. Больше вопросов я пока не вижу и по времени нашего вебинара мы уже с вами в общем-то много вопросов осветили. Весь этот чат будет сохранен. Вот такие вопросы вопрос-ответ тоже мы разместим на сайте, чтобы это было доступно для будущих абитуриентов магистратуры. И хочу поблагодарить наших партнеров со стороны НГТУ в очень содержательном, очень объемном и интересном вебинаре по представлению совместной работы. а также я хочу отметить, что это отличная возможность для того, чтобы избежать рисков в условиях пандемии остаться без продолжения образования, как планирует каждый для себя. И кроме того, остаться даже с преимуществами благодаря таким совместным образовательным программам. спасибо большое коллеги. И для заключительного слова также хотелось бы вам предоставить возможность высказаться, чтобы завершить наш вебинар. Дорогие ребята, обращаюсь к абитуриентам, будем вас ждать. Телефоны в чате есть, будем оперативно отвечать на все ваши вопросы. В общем, до встречи. Вот еще коллеги, здесь вот в чате пометку вижу, что вопрос по общежитию был платно или бесплатно? Ну, общежитие платно предоставляется в НГТУ, да, вот, но цена примерно такая же, как программа бакалавриата, вот я неделю, ну, неделю назад у нас был по программе бакалавриата в районе 4000 рублей за полгода это обычное общежитие в районе, да, там плюс-минус, вот, и если повышенная комфортность, ну, там зависимость от условий, там нужно дополнительно спасибо большое за ответ, но вопрос по общежитию действительно, он всегда является в любых университетах на платной основе, общежитие предоставляется точно так же в нашем университете, и цены действительно сравнимы между нашими общежитиями, в целом это доступно является для обучающихся. ну, вот теперь я вижу, что все довольны и получили ответы на свои вопросы в чате, также еще раз хочу напомнить нашим поступающим, что все вопросы мы в дальнейшем готовы обсуждать вместе с партнерами, пишите нам, звоните, обращайтесь, все телефоны и контакты размещены, в том числе указаны будут на презентационных материалах. Хорошо, спасибо. Всем хочу пожелать здоровья, бакалаврам сейчас очень важный момент пережить это итоговая аттестация и подготовка к вступительным экзаменам по магистратуру не расслабляясь, потому что действительно сейчас время очень важно и именно этот год может явиться для вас ключевым, чтобы не потерять время и продолжить обучение в двух ведущих вузах сразу. Уважаемые коллеги, спасибо, всем благ, здоровья, берегите себя. Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо, все было хорошо, организовано и очень, как говорится, важно, что мы в таком коллективе собрались сразу от двух вузов и ребята смогли узнать и с нашей стороны OpenGTU и с вашей стороны OpenGTU какие-то важные моменты. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До новых встреч.